Притча Соломона, глава двадцать шестая Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслужное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит «Лев на дороге, лев на площадях». Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит «Я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жару и дрова для огня, а человек сварливый для разжжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Продолжение следует...